Друзья, всем привет! Выпуск под номером 160. Пообщаемся на тему заблуждений. Также поставим цель на день, позанимаемся спортом. Ну и что, друзья, как всегда, счастья, здоровья. Подпишись на канал, поставь лайк. Погнали! Не вводись в заблуждение. Обман необъективными результатами ведет к потере чувства собственного достоинства. Я считаю, что у тебя должно быть всегда видение, представление о том, в каком ты направлении двигаешься, на каком ты этапе находишься. Тогда не будет такой проблемы. Я сам и, в принципе, многие уверены, что сталкивались с такими ситуациями, когда ты входишь в проект какой-то, и ты ответственный за результат. И для выполнения, достижения этого результата тебе необходимы какие-то пункты. И ты партнеришься с кем-то, собирается команда, и, собственно говоря, тебе не даются все эти пункты для того, чтобы ты выполнил, достигнул результата. Время проходит, и в конце смотрим на результат, и результата нет. Но время прошло, как бы тебе пункты эти все не выдались, или по какой-то причине ты недополучил нужных ресурсов. И в итоге ты виноват в том, что не получили результата. У меня такое было довольно частое. Я думал, реально по себе начинал думать, что я неправильный, что я делаю ошибки, что вся вина на мне и так далее. Моя вина в данном случае заключалась только в том, что я не дожал, не доконтролировал, чтобы мне предоставили всю нужную мне информацию. У меня реально было дошло до того, что я начал думать о том, что у меня проблемы со стратегическим планированием. Потому что на листе бумаги я распланирую все в порядке. Но когда доходит до действия, я понимаю, что проблема в чем-то, я не могу достигнуть результата. Потом я начал разбираться, и я понял, что проблема заключается в том, что на начальном этапе все руки пожали, потом разошлись, ресурсов необходимых я не получил для того, чтобы закончить можно было проект. И в итоге получается, что я как бы не достигнул нужного результата. Чем чреваты эти ситуации? Обман необъективными результатами. По факту тем, что ты разочаровываешься в себе, ну вот допустим, как у меня ситуация, когда ты все распланировал, ты понимаешь, что нужно А, Б, С, Д, Е, нужно столько-то ресурсов для этого, можно третье, пятое, десятое. И в итоге ты ничего из этого не получаешь. И получается так, что ты смотришь, что ты не достигаешь результатов. Ты начинаешь думать, что ты неправильный. Ты в следующий раз, когда уже возьмешься за это дело, ты уже будешь понимать, что, ну, ты реально, ну, ты не можешь этого достигнуть. Ты теряешь чувство собственного достоинства реально в таких ситуациях. Я пришел к тому, что либо я буду партнериться с людьми, которые достойны меня, да, те люди, которые будут выполнять свои условия, либо я буду полностью рассчитывать на себя самого. Не вводись в заблуждение, опирайся только на объективные результаты. В начале проекта прописывай видение в любом действии, каким бы ты ни занимался. Прописывай видение, пиши, какие результаты ты или вы хотите достигнуть, какая конечная цель, кто за что отвечает, какая твоя зона ответственности. Иначе по-другому, если этого всего не будет, есть большая вероятность того, что когда проект не будет достигнут, конечная цель, когда не будет выполнена, то вполне возможно на тебя полетят палки. Ты будешь думать, что ты не такой или ты не такая. В итоге ты потеряешь чувство собственного достоинства, потеряешь веру в свои силы. Этого не нужно. Заранее, чтобы не попадать в такие ситуации, рекомендую писать видение, ставить цели, прописывать зоны ответственности, собственно говоря, что я уже и сказал. Так, если понравилась идея, поставь лайк, напиши в комментариях вопрос, я на него обязательно отвечу. Выходим на улицу, будем сейчас ставить цель, заниматься спортом. Погнали! Выбрался на улицу, значит, идет снег, такая крупа падает. Вот, холодно, в принципе, как вчера, как позавчера, ничего не меняется. Вот, ну, главное, что не слякать. Вот самое главное. Так, по поводу комментариев, да? Написали комментарий по поводу веганства, по поводу сыроедения, мое отношение к этому. Вот, по поводу, в принципе, питания. У меня никогда не было как таковых с этим проблем. Ну, то есть, вот, допустим, как с алкоголем, да, как с сигаретами, вот, прям, чтобы я заморочился на этом. Вот, мне это дается вполне легко, да, допустим, там я кофе пил, перестал кофе пить, да, то есть, я его много пил, потом я его перестал, отказался от сахара также. То есть, мне это вообще без проблем. Я могу без сладкого быть, могу без мяса. Ну, то есть, я спокойно к этому всему отношусь. Я одно время пытался изучить по поводу веганства, да, вегетарианства, вот. Вот, но, ну, я не нашел каких-то аргументов для того, чтобы прям, ну, стать веганом, да. Я не понял, в чем идея этого всего. Может, пока что не понял, может, чуть попозже приду к этому. Ну, то есть, это стиль жизни. Я нормально к этому отношусь, в том плане, что нет у меня там такого, там, сыроедения, это плохо, веганство, это плохо, либо хорошо. Ну, я понимаю, что это есть. И, ну, как, когда я изучал информацию, у меня не было такого, ну, не сложилось у меня такого впечатления, что это для меня. Если бы сложилось бы, то я бы, ну, я бы, я бы стиль жизни поменял бы, да, образ жизни свой. Вот. По поводу питания, я, в принципе, ну, скажу так. Я не испытываю никаких проблем с этим, у меня нету такой проблемы, что, там, я ем много, либо мало. Я вот, то, чего я хочу, да, то я и ем. Могу, ну, бывает такое, конечно, могу целый день вообще не есть. Это, конечно, плохо, я понимаю, но таких дней бывает очень мало. Это, когда я сижу над каким-то проектом, прям работаю. Вот. Я сейчас внедряю привычку себе там питаться, есть овсяную кашу каждое утро, да, с маслом сливочным, вот, с изюмом, с курагой. Вот. В принципе, тема такая. Вот. По поводу питания, вот так. Ну, надеюсь, я ответил вопрос, мне просто особо нечем поделиться. Вот. Собственно говоря, друзья, если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. В следующих выпусках обязательно отмечу. Так, я добрался до приседаний. Значит, сейчас присядем, присядем, отожмемся. Вот. И пойдем потом на турник, на брусья и поставим цель на день. Погнали. 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 По целям на день на сегодня делегировать один из моих проектов, а именно выкладку постов, ведение социального аккаунта, вернее социальных аккаунтов, да, Instagram, Facebook, рассказать, что как делать, что как правильно, вот, потому что этот проект я уже зациклил давно, да, и он у меня висит в голове, никак руки не дойдут, и я вот сегодня думаю, все, надо 100% такую цель на день ставить, вот, такая моя цель, друзья, всем продуктивного дня, ставьте цели, выполняйте, подпишись на канал, если не подписан, поставь лайк, напиши комментарий, если хочешь, чтобы я на него ответил, на лучший вопрос, отвечаю в следующем выпуске, отвечаю, что отвечаю, вот, все, друзья, что, прощаемся ненадолго, прощаемся до завтра, пока!